приветствую дорогие земляки сегодня опять мы встретились с моим другом товарищем нынче кандидат в депутаты народных урал с олегом петкиевым хоть он выдвигается по юсинскому 12 юсинский район и я часть яшкутского но олег является жителем города или ста и конечно же все видит то что происходит я думаю что мы не хотели кстати ничего говорить но ситуацию такой оборот принимать наверное надо нам с тобой обсудить и поговорить об этом что это очень большое количество избирателей интересуются и страдает от этого как-то мимо если ты еще и кандидат как-то мимо неправильно пройти ну может что-то скажешь а потом я добавлю все-таки моя любимая тема одна из моих но и 9 тоже занимался мы с тобой занимались водоснабжением города давно уже и знаем проблему города не понаслышке в частности водоснабжение сейчас остро стоит эта проблема мы видим движение администрации города администрации республики активистов по поводу решения этой проблема выхода из этой ситуации но эта ситуация сложилась как мы всегда и говорили раньше она как снежный ком нарастал нарастал и если бы мы раньше опомнились и начали думать об этом принимать какие-то решения четкие конкретные и кто-то за это отвечал бы этой ситуации не сложилось но она я так понимаю эта ситуация общероссийского масштаба мы знаем что и в соседнем регионе махачкале полгорода без воды было значит там перекрыли дорогу жители махачкалы перекрыли дорогу федеральную и итог федеральный центр выделил махачкалы дагестана 5 миллиардов рублей на решение этой проблемы значит ну что хочу сказать в этой ситуации и и мы же не будем перекрывать дорогу мы же не экстремисты мы хотим ну без федерального центра конечно мы эту проблему не решим ежесекундно и и надо решать системно как мы седали системно надо пересмотреть и смотреть водоснабжение города которая построена была еще городовиковским призывом и по тем временам этого объема воды хватало чтобы протащить через эти трубы этого диаметра с этим количеством веток до ветки до этого хватало для города сейчас город развивается расширяется население увеличивается появляются у нас какие-то объекты социальные аквапарк да и мойки у нас там ну в общем жизнь продолжается и мы тоже как цивилизован народ развиваемся и поэтому потребление всего увеличивается поэтому надо пересмотреть я думаю в корне на саму проектную документацию уже наверное и сделать расчеты и чтобы они соответствуют нашим реалиям вот сколько сейчас говорит потреблять воды пересмотреть надо а то что мы говорим что там трубы две нитки до большого диаметра давление повышаете не повышайте но не пройдет через маленькую трубу большего объема напор больше создадим но не дойдет до города и поэтому эти трубы рвутся я так думаю что надо в конце концов пересмотреть увеличить диаметр увеличить количество веток чтобы не было такого большого давления чтобы водозабор пошел поднимать давление а нормальным режиме 20 процентов запасом как всегда все делается во всех сферах да и в газе мы знаем собой да и в воде везде нужно с запасом делать этого запаса сейчас нету и вот проблема приходит и мы начинаем дырки срочно латать а дырки не надо латать ну дырки надо латать конечно но надо пересмотреть построить но на старых водоводов которые уже ржавы все дырка все об этом знают и в этой ситуации сказать стрелочника как мы раньше говорили сюда но это мясо говоря несправедливо самый простой способ найти виноват найти виноватого да и и по слухам не по слухам а социальных сетях уже уже завели уголовное дело поэтому факту на факту отключения воды но я думаю что разберутся кто виноват разберутся потому что если разбираться то надо тщательно разобраться кто же действительно прозевал эту ситуацию кто действительно не занимался этой проблемы изо дня в день не поднимали вопросы я уверен что водоканал кричал в рупор буха что у нас сети изношены давайте что-то делать ну помогите как-то деньги выделите а если деньги не будет выглядеть на что-нибудь производить текущий ремонт модернизацию капитальным они не смогут потому что дохода у них нету и более сейчас это предприятие обанковать и управляющих не внешняя процедура наблюдений процесс пошел к говорит за него же не будет не очень хорош процесс и вот в этой ситуации я говорю что не надо стрелочник искать это вообще антипродуктивно контрпродуктивно надо просто засучивать рукава как говорится да и не знаю там как кабинет они там что-то решают это программы что-то выходы бочки ведут на улице согласен но надо зреть в корень надо менять проект добавлять объемы добавлять диаметр труб добавлять количество ниток и только таким способом снять напряжение по воде заниматься на заниматься надо не только водой электричество надо заниматься вот мы сейчас был у нас электричество тоже нет но мы же политический грим потому что но туда-сюда еще как-то можно там а без воды это вообще страдают люди там не постираться не помыться не тем более в жару то вообще изобразить наш конечно короче ну если хочешь я это позволишь я объясню чего происходил ты вообще более подробно постараюсь языком который жители поймут листы тут вопрос в том что здесь голая физика вообще гидро гидротехника гидромеханика нету тут никаких политических подтекстов и нету это смысл в чем что мы вся и места пьет воду из резервуара чистой воды который находится в районе железной дороги железнодорожного моста там что это из себя представляет это бетонный огромный подземный резервуар на 10000 тонн воды и каждый день мы оттуда выпьем воду выпиваем то есть с одной стороны как задачки по арифметике в этот бассейн заливается из двух труб вода из других труб вода выливается если наливается больше выливается меньше то резервуар наполнен если же оттуда начинает вода активно уходить а наливается меньше то естественный резервуар через какое-то время станет пустой много не надо об этом думать и дизертация об этом поводу не стоит писать вот чем мы и создалась ситуация наступила большая жара и начался огромный вода за водоразбор дело в чем что жильцы начали много употреблять и стали жесткую дилемму руководство водоканала и коллектив черт делать если я не приняли такое очень трудное решение между плохим и очень плохим то есть если бы они не были для решения закрыть частный сектор через несколько часов вся или 100 осталась без воды а это была бы самая настоящая катастрофа и поэтому я очень удивляюсь тем чиновникам которые спустили всех собак на руководство водоканала и на его коллектив это несправедливо люди наоборот спасли ваши извините пятые точки от жестких разборов а вы их травите сейчас как дикой дикой как диких зверей разве так можно относиться водоканал это очень такая хорошая организация с трудолюбивым коллективом работают они тяжелее хорошие специалисты каждый день каждый день в 7 утра у них планерка они каждый день обсуждают чего делать его попробуйте в таком режиме работать постоянно это очень тяжело и сейчас как всегда как у нас не знаю в стране полагается самый кто и работал тут и виноваты почему в резервуар стала поступать меньше воды я объясню тут и дело вот голая физика то есть две трубы наливают в резервуар чистой воды воду в самый источник воды в 18 километрах от элисты находится там так называемая насосная станция второго подъема там насосы закачивают в эти две трубы начался большой водоразбор и естественно понадобилось больше воды закачивать там ступенчатое регулирование в больше меньше насоса включает если бы было частотное регулирование там при помощи электроники но техника вообще на грани не знаю каменного века сейчас никто ничем не занимался и поэтому регулирование только ступенчатые два насоса три насоса включают хотя бывает такое количество оборотов электродвигателя меняют и это более мягко регулирует но дальше что происходит вот две трубы туда начали закачивать воду и теперь я понимаю что поток есть такое понятие турбулентные ламинарные потоки ламинарный поток это когда как спокойная река вода идет ровные слои без всяких завихрений турбулентные это вы как понимаете как горная река она кубарем летит и очень сильно сопротивляется то есть режим начал переходить из ламинарного в турбулентный это так называемая критерия ринольдса это такой гидротехник был 19 веке озборна английский он вычислил это все и есть существует теория по этому поводу так что здесь ничего такого нету нету никаких задумок нету это люди боролись пытались запихать определенное количество воды но труба ну просто сами рассудите своим своим опытом любой человек может понять что в определенную трубу можно запихать только определенное количество воды если ты начинаешь это она начинает просто там растет давление она лопается нету того что не следили за трубой не ремонтировали если бы была новая она точно также взорвется потому что на турбулентном потоке давление в трубопроводе растет скачкообразно прямо мгновенно и то что насос может выдать скажем 32 килограмма вот эти 32 килограмма им посетят трубу так они и новую трубу ты же знаешь что любой трубопровод позволяется по снипам проверять только на 16 килограмм не более 16 килограмм это испытание а вот тут в эксплуатации и еще пытались 16 больше 16 подать все-таки водогональцы еще расскажу это люди прямо болеющих душой потому что они хотели подать воду знали что будут утечки они максимально это и даже пытались еще дальше но труба просто уже старая она не выдержала и теперь я вот хочу вспомнить девятнадцатый год помнишь в июне приезжал виталий мутко именно на этом же водозаборе верхняя шутком собрание было опять же уйма чиновничество было из людей которые что-то понимает его подачи воды было опять же только директор водоканала так же как и сего как и вчера проводились совещания позавчера когда там происходило то же самое уйма народу кто это и один единственный человек который что-то понимает подачи воды разве можно так строить это вот я хочу обратиться к населению посмотрите кто у нас руководит совершенно некомпетентные люди и самое главное им проще всего перевернуть всю ситуацию и обвинить человека который работает и коллектив который работает ну если мы так будем поэтому чернышевскому по герцину задаваться к вопросам кто виноват а что делать вопрос чернышевского тоже русский философ никто не занимается что там нужно сделать еще есть горе от ума горе от ума греба да ну уже в 19 веке все написано об этих ситуациях и салтыков щедрин еще город глупов история одного города да ну вот мы что же с тобой обсуждали все время во первых что нужно очень много потребляет электроэнергии второй водозабор насосом танца второго подъема верхний ясколький водозабор очень много электроэнергии потребляет на на этой ситуации я как-то подсчитывал если бы нормальный тариф был водоканал экономил бы порядка 50 миллионов ежегодно вот эти 50 миллионов ну не бог весь какие большие деньги но это все-таки оснащение предприятия до 50 миллионов можно очень хорошо относить но этого нету 2010 году я еще предлагал газопашнивые приводы для насосов то есть это позволило бы регулировать ну и во-вторых тарифный электринга очень большое большая экономия в бюджет даже я умудрился была министра ткачёва аналина анатольевна с помощью ее я вставил все-таки бюджет республики ну на этом все и закончилось побыла это строкой в бюджете и все это же самое здесь вот виталий леонтич мутко приезжал ну и что пообещали построить а здесь кровь из носа все мы увидели что или стане готова подрывать воду в экстремальных условиях большие жиры если у нас будет еще холодная зима чуну делать если котельная становится если воды не будет а сейчас мы уже с порванными водоводами будем заходить страшно зимой потребление воды и снизится напряжение упадет более-менее спокойно заживем и эта проблема может тихо молча у нас умереть у нас все квартальные котельные подачи подпитка водой на стоянка да но я не так большом количестве как сейчас без подпитки котельные сутки проработать и встанет поэтому вода обязательно в общем ситуация такая что надо вот этот участок по семье 18 километров и от второго подъема до резервуар чист воды и она срочно нет ну я бы не то что менять достраивать и еще одно здоровье достушу одну нету надо строить дать людям нормально отремонтировать помочь потому что очень тяжело идут ремонты потому что средств не хватает я просто изнутри это все знаю там и прекрасные люди работают профессионалы своего дела они как говорится из одного делаю конфетку но смотри вот тяжело людям вот смотри вот мы же знаем с тобой да как из практики что должна быть основная ветка но для безопасности всегда делают резервную ветку везде на экстремате да чтобы никаких аварий ситуаций не был а здесь подача на весь город и она держится на вот этих двух нитков больных здесь надо делать здоровые нитки и обязать чтобы основная резервную нитку ну чтобы мы не боялись какая произошла авария на основной нитке переключились на аварийную за это время делаете а у нас нету этого и поэтому как авария так у нас все город стоит без воды я чему это виду что не касаясь этого участка 18 метров там надо делать капитальным на замену делать дополнять менять старое менять достраивать еще одну ветку может быть две ветки достраивать но а водопроводы которые уже в земле у нас лежат под дорогами да вот под который требует больших затрат финансово это вскрытие всего разводящий сети разряд сеть вскрытие вы капали но укладка новые мы с андрей обрушающим уже опытным образом провели такой эксперимент вот у нас 57 ну мы взяли маленький диаметр пока вот у нас 57 труба ну будем говорить что это шестисотка представляет ну да какая разница какого на масштабе 600 труба остальная больная она лежит под дорогой где невозможно провести ремонтные работы это очень будет затрата она гнилая она гнилая надо было дырок на сверлить туда представьте что здесь дырки вот в эту стальную трубу 57 диаметра мы засунули протащили полиэтиленовую трубу т.д. 63 диаметр больше на диаметр больше больше 63 труба это водопроводная труба 63 sdr-11 очень толстая стена с дар 11 отношениями хорошие да да и вот мы ее протащили вот сюда через это сужающее устройство которым санджи угрожающим сделали мы протащили поддержки 3 трубу в стальную трубу 57 таким способом значит мы можем протаскивать в любой диаметр сделав сужающее устройство пока диаметр в любой диаметр трубы полиэтилен трубу и она получается смотрите стенка стальная создает прочность нам неважно какой толщины можно тонкостенную трубу протащить sdr допустим даже даже 21 до 26 ну методику мы потом да дело в том что прочность создает вот этот каркас металлический он сгнил старой трубы но он создает прочность и создаст и внутри этого каркаса идет у нас полиэтиленовая труба и она делает герметичность создает герметичность этот метод позволяет в разы уменьшить стоимость замены труб не выкапываем посмотрите это вот мы сделали это не фейк не какой-то вот 63 труба сужающее устройство и стальная труба и это может быть метод свежлайнинга свежлайнинг это линейный обжим во всем мире этим пользуют кроме российской федерации боятся на Манхэттене два негра афроамериканцы следят за этим процессом и в день меня от 600 до 800 метров полиэтиленовые трубы водопроводные диаметром 800 и это нормально а у нас как делается замена это все это все раз к война слабо война это перед перекрытие движения вскрытие асфальта зачастую нового только положим положили вот асфальт вскрытие замены вытаскиваем но вот прислали вот эти вот альтернатива но это вкратце мы обзор сделали вам по поводу и вот этим методом свежлайнинг можно поменять трубы любого назначения пусть это будет водопровод пусть будет это газ пусть будет это что еще может быть трубопроводы какие напорной канализации ты же как кандидат в юстинском районе вот вот чему я веду значит у нас там юстинском групповом лежит труба остальная да да она она давно лежит каком качестве каком какое качество никто не но мы вскрывали она нормальном состоянии 10 лет назад я заполнил все и подал в дниевском в резерву тем более значит она как каркас может служить мы можем если какой гендер там там короче от цыганман начинает 700 к 720 потом 500 к идет до юсты из юсты уже идет до ирдиевского трехсот 35 это в общем этим методом можем все трубы поменять и очень быстро и дешево если там анонсируется сумма в 32 миллиарда да то я думаю это другая это сессия саганомана да и листы хорошо 38 миллиардов оценивается но на юстинский ну но в разы если будут допустим там ну 5 миллиардов это можно сделать за миллиарды ну все считаются нам на нож не надо вскрывать не нужна техника такая не нужно столько людей земли вот эти выкопать закопать и уложить там все протащить так и все и можно участке сделать допустим до 800 метров протаскивать сутки не я имею даже плеть до 800 метров а ну да трубную плеть там град и надо видно здесь вот полиэтилерная труба вот она уже прям плотно подошла к стальной трубе все она закрыла все дырки все а сталь делает ей sdr прочность для надежности можно даже два слоя тонкостенок там вообще точно дырки все перекрыть можно но я думаю что связи с тем что бюджет у нас не очень большой можно по обойтись я одной другой допустим sdr 17 если мы протащили с тобой sdr 11 толстую 18 она технически поговорить люди не понимаешь что это такое нет почему люди у нас очень грамотно sdr sdr это отношение диаметр толщины стим чем чем выше sdr тем тоньше толщина стилки в общем мы сделали sdr 11 это самый толстый но еще девятая одна из толстых но то sdr 17 мы можем прям вот в легкую ну я хочу и хотел еще сказать что это возле и опять вернусь к верхнему яшку возле насос на станции второго подъема ремонтирует таким образом можно рядом с нас на станции потому что голову полиэтиленовую трубу там не положишь потому что рабочее давление там у них в порядка 12-14 атмосфера полиэтиленовую трубу до 10 а если делать если делаешь до 16 то это такая толстая стенка что это труба золотая становится поэтому проще вот так вот запихивать протаскивать но это все реально по газопорочневой электростанции тоже реально не секрет что я уже где-то говорил да создал ложку которые имеют право на серийную самая тоже научились уже их делать сейчас есть кое-какие заказа поэтому стараюсь раскачивать ситуацию олег викторович у нас идет в курал надеюсь пройдет и будет проталкивать программу переустройства и электроэнергетики ну вернее не переустройства добавки рынок розничной торговли электрической энергии это позволит внести в калмыкии упростил многие процесс не только в листе и по районам и том же водоканале вот вот это и есть называется системный подход то что глава республики объявил на этом совещании и не собираюсь никого критиковать он совершенно правильно сказал но немножко может быть неправильно системный подход он охватывает все сферы деятельности особенно когда ты говоришь о воде то есть надо системно подходить не искать виноватых ну виноваты конечно бывает но это очень редко бывает люди ошибаются но а так чтобы прям есть персонажи такие белом доме ну занимайтесь с ними я не буду никого называть но есть люди которые обязаны были заниматься этим вопросом совершенно не занимались только извините бюджет осваивали чушь греха таить и тем более я хочу добавить что здесь никакой политизации нет нет конечно конечно зачем какая политизация у людей воды нет политизации политизация идет тогда когда хочешь кого-то высадите сам занятие место но извините хватит не профессионалов в такие области нельзя пускать вообще нельзя пускай я не буду хвалить там владимир дмитриевича но это все-таки человек с опытом который знает как работает предприятие умеет руководить пользуется уважением коллектива как это так огонь на обвинить человека нельзя не знаю я думаю что он сам себя защитит не просто поэтому это очень может перебираем защиты но как адвокаты да мы совершенно не адвокаты мы просто взгляд со стороны пытаемся для профессионалов со стороны и мы объясняем людям что как происходит а люди уже сами примут решение что это было заказ политическая что они сами поймут конечно не но главное чтобы не было таких прям уж эмоции конечно это крайне неприятно остаться в жаре без воды у меня вот самого электроэнергии жуть у меня ничего не работает ни микроволновая плита не это потому что трасс не тянет ну чё сделаешь идти к электрикам ругаться что ну смысл а электрики причем тут вот самый такой простой подход если нет газа виноваты газовики если нет электроэнергии или где вы там воды нет водопроводчики виноваты но что сети изношены советского времени с городовиков и никто этим не занимается не занимается вот нельзя так решать вопрос системно планомерно шаг за шагом никто этими я думаю что у тебя врал и ну надеюсь но это вот наверное показал что хватит хватит сидеть просто так надо заниматься своим делом поэтому я думаю что вот как говорил владимир железновский хватит пора и забвенный забвенный да пора чтобы во власть пришли инженерный корпус созидатели не юристы да не художники там не не там творческие люди полиции у нас почему-то полиция это лучше что инженеры должны прийти и созидать а уже как бы вспомогательные юристы экономисты все это должны обустроить когда дополнить чтобы все было грамм переводе с французского инженера в принципе engine это двигатель ну и инженеры это те кто двигают двигать экономику а если их не будет в депутатском корпусе в правительстве и там я не знаю в исполнительной власти да туда вот такие вот коллапсы и будут вырастать сегодня это вырос водопровод водоснабжение завтра еще что-нибудь вырастет может быть там образование там здравоохранение меня и везде не профессионалы даже с детьми работают люди у которых нет никакого образования но это катастрофа нельзя так ну в общем чего нельзя нельзя это в общем смысл закончим лучше на позитивной ноте все-таки хорошо то что люди начинают понимать что нужно делать нужно бережно относиться специалистам которые не так уже по уезжали и те кто есть пусть пусть будут может быть иногда они ошибаются ну в данном случае я не думаю что кто-то ошибку сделал понятно что эмоции 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 надо убрать сейчас на задний план делать и работать коллектив до антипродуктивную никакого поменьше политики в таком этом конечно политики надо заниматься на политика ну ты же например идешь и вроде бы политикой занимаешься но ты же идешь там хозяйством заниматься поднимать промышленно поднимать республики поднимать надо гражданин комплекс то что я ранее говорил о том что это и милиарацию с нами милиарацию восстановление растительных систем водоснабжения чем этим надо заниматься ну да мы должны поднять человеческое достоинство человек должен наши граждане должны иметь способность зарабатывать и много зарабатывать до а у нас такая у нас какая-то ненормальная ситуация вот почему у нас такие маленькие зарплата и а я в ответ говорю всегда так вот наши едут москву зарабатывать я почему там они получают запад там все нормально у нас же это нельзя сделать почему мы такие люди что такие же люди мы хотим зарабатывать ну да ну в общем что заканчиваем так уже сколько мы болтаем все и хватит потому что чем больше мы говорим тем люди утомляются ну да ну еще еще встретимся до скорых встреч лучше чтобы позитивные были вещи и мы их обсуждали всего хорошего до свидания